Главные спортивные события грядущей недели от «Зенита» до «Кличко» Газета «Ры» Спорт Борислав Головин «Зенит» проведет ответный поединок против «Севилья» в четвертьфинале Лиги Европы Сборная России по хоккею дважды сыграет со шведами в рамках Евротура А Владимир Кличко в 19-й раз будет защищать чемпионские титулы Газета «Ры» представляет главные спортивные события недели Футбол Лига Европы в четверг, 23 апреля, состоятся ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы «Зенит» на Петровском примет испанскую Севилью Первым поединке петерцы сумели открыть счет, но после перерыва пропустили два мяча и проиграли «Зенит» в Лиге Европы Шарапова В Сочи «Зенит» сыграет с Севильей в четвертьфинале Лиги Европы Мария Шарапова вернется в родной Сочи Отечественные фигуристы В домашнем матче «Зенит» устроит победа с минимальным счетом, но этого результата нужно еще добиться Команде Андрея Вилаш-Буаша приходится нелегко, игра на два фронта отнимает все силы Еще и Асик Ельгарай с автором гола в Испании Александром Рязанцевым пропустят матч из-за перебора желтых карточек На выход в полуфинал претендует и две украинские команды Киевская «Динамо» в первом четвертьфинальном матче сыграла в ничью с итальянской Фиорентиной, а Днепр разошелся миром с бельгийским Брюги Бокс Владимир Кличко Брайан Дженнингс 25 апреля Украинский тяжеловес Владимир Кличко проведет 18-ю защиту четырех чемпионских поясов Бой состоится в Нью-Йорке в знаменитом Мэдисон-Сквер-Гарден Соперником Кличко станет непобежденный американец Брайан Дженнингс, которого будут гнать вперед родные трибуны 30-летний спортсмен провел на профессиональном ринге 19 боев, все выиграл и 10 раз нокаутировал своих соперников В претендентском бою по версии WBC Дженнингс по оценкам судей победил кубинца Майка Пересе и получил возможность драться за титул из Кличко В последние годы было много желающих отобрать у Владимира Пояса, но все они в итоге оказывались побежденными, в том числе и россиянин Александр Поветкин Но как знать, возможно, эра украинцев в супертяжелом весе закончится уже в субботу Еврохоккей тур Россия, Швеция Сборная России по хоккею продолжает готовиться к чемпионату мира, который стартует в Чехии в начале мая Помочь отечественной дружине почувствовать вкус игры должны два поединка против Швеции, 24 и 25 апреля, которые пройдут в мытищах На прошлой неделе отечественная дружина дважды сыграла с финнами и оба раза уступила, 0-2 и 3, 2 к 4 В общей таблице Евротура Россия идет на третьем месте с 13 очками Лидируют как раз шведы, 17 баллов Команда Олега Знарка постепенно приобретает привычные очертания В расположение сборной прибыли пятеро не попавших в плей-офф хоккеистов НХЛ Сергей Бобровский, Антон Худобин, Дмитрий Куликов, Артем Анисимов и Валерий Ничушкин В ближайшее время в национальную команду могут быть вызваны игроки Акбарса ИСКА, завершившие финальное противостояние Кубка Гагарена Илья Ковальчук уже заявил о готовности приехать в сборную Чемпионат России по футболу События недели, двойная доза РФПЛ и золотая серия КХЛ Начавшаяся неделя принесет поклонникам спорта два тура в футбольном чемпионате России Последнюю армейскую битву и старт финальной серии в КХЛ 24-26 год числа состоится очередной 25-й тур чемпионата России по футболу Интриг в РФПЛ остается множество, разве что вопрос с чемпионством практически решен На пути к четвертому титулу Зенит Дома примет Арсенал Обыгрывать Толиков Петерцы обязаны, хотя синий-бело-голубые в этом сезоне умудрились уступить Арсеналу в Кубке страны Краснодар, мечтающий попасть в Лигу чемпионов, постарается дома обыграть угодивший в глубокую яму локомотив ЦСКА, идущий на третьем месте, в московском дерби сыграет с торпедо при пустых трибунах Интересный матч состоится на открытии арене, где Спартак примет амбициозный молодой Рубин Наконец, московская «Динамо» на выезде помирится силами с набравшим ход Ростовом Курбана Бердыева Хоккей Чемпионат мира по хоккею до 18 лет стартовавший на прошлой неделю Нью-Йоркский чемпионат мира по хоккею набирает ход Сборная России в первых трех матчах группового этапа одержала три победы, обыграв в том числе и действующего обладателя титула национальную команду США Завершит групповой этап Россия поединком против Швеции, в плей-офф отечественная дружина отобралась заранее 23 апреля будут сыграны четвертьфинальные матчи, 25 числа состоятся полуфинальные встречи, а 26 финал, в котором, верим, сыграет сборная России Целых 8 лет наша национальная команда не выигрывала у Нью-Йоркский чемпионат мира, настало время рушить неудачные традиции Футбол Лига чемпионов во вторник, 21 числа, станут известны названия всех полуфиналистов Лиги чемпионов Реал и Атлетика выявят лишнего в испанском дерби Первый матч между двумя мадридскими командами завершился без забитых мячей Барселона после гостевой победы над ПСЖ со счетом 3 к 1 практически гарантировала себе путевку в четверку сильнейших Ильче Главное, не разбазарит преимущество на Ноу-Камп Баварии, напротив, придется отыгрываться после сенсационного выездного поражения от Порту, 1 к 3 В преддверии игры в отставку был отправлен почти весь медицинский штаб мюнхенцев Причиной тому стала повальная эпидемия травм, выкосившая половину состава Баварии Наконец, французский Монако примет дома итальянский Ювентус после поражения с минимальным счетом на выезде НХЛ Кубок Стэнли плей-офф в НХЛ постепенно разгорается В большинстве четвертьфинальных пар идет жаркая борьба Лишь Монреаль уверенно ведет в канадской серии с Оттавой 3-2-0, которую в Кубке Стэнли не спасает даже великолепный голкипер Эндрю Хеймонд События недели – возвращение Акинфеева и решающая матча Кубка Гагарина Полуфинал Кубка Гагарина Очередной тур чемпионата России по футболу Чемпионат мира по керлингу среди мужчин и первенство планеты по хоккею среди Уже успели заявить о себе россияне Владимир Тарасенко из Сент-Луиса забросил три шайбы в ворота Миннесот Уайлд И позволил своей команде сравнять счет в серии Три балла за результативность по итогам двух матчей набрал защитник Тампы Би Никита Нестеров Всю неделю в НХЛ будут идти четвертьфинальные матчи до четырех побед НБА Плей-офф-плей-офф в НБА стартовал практически в те же сроки, что и в НХЛ Внимание российских любителей баскетбола приковано к Кливленду Тимофея Мозгова Который вместе с Леброном Джеймсом и Кайри Эрвингом попытаются привести Кавальерск первому в истории чемпионству Первый матч четвертьфинальной серии против Бастона Мозгов и компания выиграли Для Бруклина, принадлежащему Михаилу Прохорову, большим успехом станет выход в следующий раунд плей-офф Для этого НЦ нужно обыгрывать одну из лучших команд регулярки Атланту На Западе главными претендентами на победу являются Голден Стейт, который ведет вперед Стефан Карри, Хьюстон с Джеймсом Харденом в главных ролях и действующий чемпион Сан-Антони Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице Хроники Читайте также